Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновск готовится к празднованию Дня России. Какие мероприятия ожидают ульяновцев? Опасное мясо для шашлыков. В регионе утилизировано более 4 тонн опасной продукции. После капитального ремонта открывается детская поликлиника номер 7 на улице Пушкарева. Пушкинский праздник в Языково, как отметили 220-летие великого русского поэта. В Ульяновске после капитального ремонта открывается детская поликлиника номер 7 на улице Пушкарева. Учреждение привели к единому медицинскому стандарту согласно нацпроекту здравоохранения. Напомню, в прошлом году президент Владимир Путин объявил в стране десятилетие детства, в течение которого вопросам детского здоровья уделяют повышенное внимание. Подробности у Ринаты Алиуловой. Серые стены и узкие коридоры ушли в прошлое. В детской поликлинике номер 7 в Ульяновске завершился капитальный ремонт. На реконструкцию здания ушло полгода. Так, здесь полностью заменили инженерные сети, мебель, перекрасили стены, организовали регистратуру открытого типа, оборудовали детскую игровую зону и установили кондиционеры. Все по новым стандартам и согласно законам проекта «Бережливая поликлиника». Закуплено оборудование для кабинета офтальмолога в рамках программы развития детского здравоохранения, которая позволит проводить более точную диагностику. Здесь функционирует рентген-кабинет, будут принимать узкие специалисты, все в полном объеме, те, кто участвует в программе диспансеризации и участковые врачи-педиатры. В полном объеме с семью участками и узкой службой поликлиника начнет функционировать уже в конце июня. Сегодня за меточереждением числится 6,5 тысяч юных пациентов. Мы долго ждали эту поликлинику в таком виде, даже слова уже теряю, что сказать. Очень функционально стало. Больше мне сейчас рассказали, будет здесь врачей, специалистов, чтобы нам по городу не ездить. Все в одном. Разбег, конечно, колоссальный. Даже получается не только интерьер и дизайн, а коридоры, они стали намного шире, регистратура тоже. Это очень удобно, потому что заезжаешь либо с лясками, либо вот лично у меня четверо детей. И здорово вообще. Обновленный вид оценят не только местные пациенты, но и дети, а также их родители из поликлиники номер 5, что на площади Горького. Пока здание находится в аварийном состоянии, деток будут осматривать здесь. Правда, на прием к узким специалистам в седьмую поликлинику они ездили и раньше. По словам главного врача, переживать за огромную очередь и духоту в помещении родителям не стоит. Отремонтированное здание не зря полностью перепланировали. К тому же площадь помещения – тысячи квадратных метров. Мы со своей стороны постарались максимально сделать так, чтобы скучности не было. Я повторюсь о том, что мы сделали холлы, то есть убрали два кабинета. Если раньше здесь был узкий коридор, то сейчас есть большая зона для ожидания приема. И расширили немножко проходы, коридоры для того, чтобы опять же было побольше места. Приводить подразделение детской городской больницы Ульяновска к единому стандарту продолжат и дальше. В этом году начнется преображение поликлиники номер 3 на улице Камышинской. Обновится и четвертая поликлиника Новорейкиса. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. В Ульяновске открыта горячая телефонная линия для многодетных семей. По всем вопросам семьи, в которых воспитывается 3 и более ребенка, можно обращаться по телефону 412393. Горячая линия работает круглосуточно. Если звонок поступит в будний день с 8 утра до 5 вечера, то всех обратившихся проконсультируют специалисты управления по делам семьи администрации Ульяновска. Если же звонок будет сделан в нерабочее время, то он будет записан на автоответчик и с позвонившими потом свяжутся, чтобы ответить на интересующие вопросы. Казаки творческим десантом захватили Ульяновскую область. Фестиваль «12 жемчужин» набирает обороты. Мероприятие началось вчера с гала-концерта на сцене Дворца Губернаторский. География участников фестиваля впечатляет. В Ульяновск съехались коллективы из 14 регионов России и Казахстана. Подробности в нашем материале. В девятый раз в Ульяновск съехались казаки из разных регионов страны и Казахстана. В этом году фестиваль проходит в новом статусе – всероссийском. Переливы гармошек и песни казачьих ансамблей в день открытия разносились с разных площадок Дворца Дружбы народа в Губернаторский. Сегодня у нас зрители увидят Республику Казахстан, Адыгея, Кабардино-Балкарию, Мордовию, Чувашию, Татарстан, Великий Устик, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Болгоград, Бурятия даже в первый раз прилетели из байкальских казаки к нам. Это большая удача, я считаю. И надеюсь, что в следующий раз, то есть через два года, а это будет уже юбилейный десятый, мы еще больше соберем представителей казачьих войск. Отрадно, что многие казачьи коллективы приехали в Ульяновск не в первый раз. Так, народный самодеятельный ансамбль «Водоватовские ребята» из Нижегородской области участвует уже в пятый раз. А фольклорный коллектив «Уральцы» из Казахстана является рекордсменом. Он принимает участие в фестивале с 2005 года. «Трансваль, трансваль, рана моя, ты вся горишь в огне». «Горю я по родине, и жаль мне, дай, родной». Интерес такой к нашей культуре, к нашему искусству. Мы очень рады этому, что мы живы еще, живы творчество наших предков, уральских казаков. И мы стараемся именно брать такие песни фольклорные, которых сейчас уже никто не поет. А это именно наша прерогатива нашего региона. Уральцы только так поют. Ульяновск стал своеобразной площадкой общения казаков, где песни объединили их и сдружили. На самом деле, видимся мы здесь, многие уже стали друзьями с разных регионов, с разных стран. Я сегодня встретил наших казахских друзей, куда мы ездим, тоже в город Уральск, осенью на Михайлов день. Мы сейчас туда едем, поем там с ними. И вот эти друзья все собрались сегодня в одном месте, в Ульяновске, это очень здорово. Это очень хорошие люди, настоящие русские люди. Фестиваль «12 жемчужин» продлится три дня. Первый день на сцене Дворца Губернаторский состоялся галоконцерт, в котором приняли участие все коллективы, а также сводный казачий хор Ульяновской области. Который состоит из коллективов семи муниципальных образований нашего региона. Во второй день казачий творческий десант даст концерты во всех 24 муниципальных образованиях Ульяновской области. В последний день фестиваля, 12 июня, стартует торжественное шествие участников, а после на главной сцене на площади Ленина пройдет концерт, в котором выступят все творческие коллективы казачьего фестиваля «12 жемчужин». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Уллправда ТВ. Завтра вся страна отмечает государственный праздник – День России. В Ульяновске пройдет череда мероприятий. Торжественная церемония открытия праздника состоится на площади Ленина в 11 часов утра. Спустя час здесь же пройдет галоконцерт лауреатов и дипломантов Всероссийского казачьего фестиваля «12 жемчужин» и марафон танцев разных народов. Вторая площадка – Соборная площадь. С 10 утра здесь будут открыты тематические зоны, которые покажут нашу страну во всем ее многообразии. Россия творческая, Россия сказочная, Россия спортивная. На эспланаде с 11 утра до 3 дня желающие смогут поучаствовать в разнообразных инсталляциях, подвижных и настольных играх, посетить выставку картин и познакомиться с национальными костюмами. В час дня на бульваре Уссельскохозяйственной академии начнется танцевальный молодежный фестиваль «Сотка». В 9 вечера для ульяновцев выступит группа «Хай-фай», а завершится праздник по традиции фейерверком на площади Ленина в 22.00. В рабочем поселке Языково-Корсунского района Ульяновской области прошел традиционный пушкинский праздник. Он был приурочен к 220-летию великого русского поэта. Как отмечали юбилейную пушкинскую дату в материале Ирины Антоновой. Более полутора веков прошло с тех пор, когда великий поэт посетил наши края. Старый Языковский парк в районном поселке Языково-Корсунского района Ульяновской области, где находилась усадьба старинного дворянского рода, до сих пор хранит память о дружбе двух поэтов – Пушкина и Языково. В минувшее воскресенье здесь собрались сотни местных жителей, а также гости из Ульяновска и других регионов, чтобы торжественно отметить юбилейную пушкинскую дату. Праздник посетил губернатор региона. Здорово, что мы собираясь здесь, приводя своих родителей, своих детей, окунаемся в вот этот уголок по-настоящему не только русской культуры, но и нашей народной русской местности. Я искренне горжусь тем, что мы здесь не только собираемся и общаемся, но и тем, что у нас здесь в процессе нашего общения появляются замечательные проекты. Так появился в свое время проект, связанный с открытием филиала Пушкинского музея здесь. Так появились и другие проекты, которые активно у нас реализуются. Первый праздник состоялся 15 июня 1969 года по инициативе краеведа Александра Николаевича Блохинцева. И вот уже в 51-й раз сюда на праздник съезжаются поэты, писатели Ульяновской области и других регионов страны. А что поэт? Ну что поэт? Он голоден и нищий, он феникса увидел свет на месте пепелища, он беззащитнее птенца, наивен, как дитя. За правду камни без конца в него опять летят, он создан из невзгод и бед. Но на краю земли, когда заговорит поэт, смолкают короли. На Пушкинский праздник приехали представители ведущих пушкинских музеев страны. Для вас и для нас тоже один из самых главных современников Пушкина – это Николай Михайлович Языков. И вот в нашем пушкинском музее хранятся не только его графические портреты, они в экспозиции, потому что в рассказе обязательно идет, в рассказе о Пушкине идет рассказ и о его связи и дружбе с Николаем Михайловичем Языковым. У нас в 1959 году музей была приобретена фотография с елью из вашего парка, которую по легенде посадил Пушкин здесь, в этих местах. И она входит в основной фонд нашего музея. На празднике также состоялось подведение итогов 14-го открытого межрегионального литературного молодежного конкурса «Друзья по вдохновению», в котором приняли участие молодые литераторы из России и Республики Беларусь. Интересные стихи прислали в этом году ребята из Беларуси. Один из них написал на белорусском языке, я его попросила, и он сделал перевод, и мы поместили в книжечки и белорусский, и русский вариант. Вы знаете, белорусский язык такой же красивый, как и русский. Государственный ансамбль песни и танца «Волга» подготовил специальную театрализованную концертную программу под сенью Пушкина. Выступление солистов и хореографической группы стало настоящим подарком для всех гостей. Для самых маленьких прошла детская программа, в рамках которой можно было научиться играть в городки и лапту, походить на ходулях, сделать куклу своими руками и даже стать героем любимой сказки. По традиции, гостям праздника были предложены экскурсии по территории усадебного парка и музейной экспозиции, а также квест «Тропой великого поэта». Ирина Антонова, новости Олл Правда ТВ. Летние шашлыки и опасное мясо. Специалисты агентства ветеринарии Ульяновской области с начала года выявили порядка 50 случаев реализации продавцами мяса без подтверждения его безопасности. На сегодняшний день в регионе утилизировано более 4 тонн опасной продукции. В шашлычной теме разбиралась Наталья Чумаченко. Наступило лето, а значит официально открылся дачный и по совместительству шашлычный сезон. Ульяновцы, уставшие за неделю на работе, устремляются за город, чтобы насладиться природой и побаловать себя мясом на углях. Это блюдо нравится многим и прежде всего за его особенный вкус. Вы любите такое блюдо, как шашлык? Да. А вы покупаете готовый вариант уже, либо сами берете мясо и маринуете его? Сами берем и маринуем. А где покупаете мясо обычно? В мясных лавках. А какой ваш самый фирменный секрет приготовления? В чем любите мариновать? На чем жарить? В собственном соку. Да. А вы сами маринуете мясо, либо уже берете готовый вариант? Нет, сами маринуем. А где вы обычно мясо покупаете? На рынке. На рынке. А расскажите, пожалуйста, ваш любимый секрет приготовления маринада. Какой? Ну, мы делаем в сухом вине. В своем причем. Вот получается шашлык мягкий, ароматный, сочный. Ну и приправы там. Соль, перец, обычно вот этот вот лук. И если на даче, мы там какие-нибудь травки кладем. Да, люблю, уважаю. А вы покупаете готовый уже вариант, либо вы берете мясо и затем маринують его? Когда как. Если вы берете готовый вариант, где вы его берете? Ну, в супермаркетах обычно. Есть ли, может быть, самый любимый супермаркет? Вот так вот издалека, да? Чаще всего хожу в магнит. А если вы берете готовое мясо, где вы его покупаете? Готовое мясо на рынке. И фирменный секрет, рецепт вот именно вашего мяса, маринада. В чем маринуете? В чем мариную? Да. Соль обязательно, укроп, сушеная зелень. Для тех, кто не желает тратить много усилий и времени на приготовление шашлыка, отдельные компании специально производят готовые полуфабрикаты. Они называются мясом в маринаде, а в простонародье – готовым шашлыком. Десятки брендов можно найти на полках супермаркетов и магазинов. Я все-таки считаю это дело индивидуально. Каждого человека, кто-то все-таки любит сам позаниматься этим мясом, сам по своему рецепту его замочить. Бывают разные ситуации. Бывает, людям некогда это делать. Они приехали, купили упаковки, сразу выехали на свои мероприятия. Безопасно покупать мясо в стационарных торговых точках, которые прошло государственную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасным. Выбирая готовый шашлык для своего пикника, нужно обращать внимание на следующее. Рекомендуется отдавать предпочтение тем продуктам, которые произведены известной компанией. Нужно учитывать дату изготовления. Не стоит выбирать мясо, заправленное так называемым белым соусом. Можно отравиться. Все кусочки мяса для шашлыка должны быть примерно одинакового размера. Однако, если хочется добавить в маринад и приготовление шашлыка фантазии, то можно самостоятельно купить свежее мясо. Здесь главное – правильно выбрать деликатес у проверенного поставщика. Что касается предпочтений к тому, какое мясо брать, ну, наверное, все-таки нужно брать охлажденное мясо, которое уже прошло ферментирование, то есть созрело. Наиболее вкусовые качества в нем развиты уже и, соответственно, и польза для организма. Что касается проверок, мы в соответствии с планом ежегодно проводим надзорные мероприятия, как на торговых точках, так же и на рынках. Самым популярным мясом для шашлыка сегодня остается свинина. Оно вкусное, достаточно мягкое и сочное. Главное – выбрать нужную часть туши. Лучше всего отдать предпочтение шее. Из говядины тоже можно приготовить хороший и вкусный шашлык. Выбирать в этом случае нужно телятину или бычка, так сказать, помоложе. Готовить тоже нужно с умом. Ветки, дрова, угли – все сгодится, если после прогорания останется хорошая куча горячих углей, которые покрылись сверху белым пеплом. Высота находящегося над углями шашлыка не должна превышать 30 сантиметров, но и ближе не стоит опускать. На этой высоте температура должна быть такой, чтобы руку нельзя было удержать более двух секунд. Подавать шашлык нужно горячим, приятного аппетита. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе будет жарко. В Ульяновске столбик термометра поднимется до отметки 28 градусов по Цельсию. Днем ожидается переменная облачность, а к вечеру прояснится. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру по будням 18.50. Поздравляем всех с наступающим Днем России. Хорошего вам отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин